Мой гость вместе со своей женой совершил путешествие в клетке печени умирающей девочки. Через 26 часов она исцелилась. Существуют ли сверхъестественные измерения? Мир, за пределами известного нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сны содержать в себе послания небес? Можем ли мы раскрыть секреты сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот уже 35 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Сид сегодня с вами. В программе «Это сверхъестественно!» Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Я так люблю, я просто обожаю разряженный воздух небес. Я люблю, когда небеса нисходят на землю, и когда я могу установить контакт с небесами. А когда я думаю о Божьей благодати, когда я думаю о созидательных чудесах, изумительных чудесах, я вспоминаю Махеша и Бонни Чавда. Сегодня у меня в гостях Махеш Чавда. Махеш, трудно поверить, что вы пришли к нам после 900 лет индуизма. Так и есть. Я родился в Африке, в Кении, а мои родители были индуистами. Если проследить историю моего рода, то можно сказать, что мои предки 900 лет исповедовали индуизм. Самая изумительная вещь заключается в том, что ни один из них, насколько я знаю, не знал Господа Спасителя. Как же вы пришли к Мессии? Ведь ваши предки 900 лет исповедовали индуизм. У них же тогда была кастовая система. Я принадлежал касте Раджпутов. А что это за каста? Слово Раджпуты означает «сыновья царей». То есть это каста аристократов. Когда вы прикоснулись к Слову Бога? Произошло, когда мне было 16 лет, кто-то постучал к нам в дверь. Это оказалась женщина, которая занималась миссионерством, которая занималась программой для детей в нашем районе. Она постучалась в наш дом, потому что хотела выпить воды. Я дал ей воды, и она протянула мне Новый Завет на английском. Я люблю читать, и поэтому я поблагодарил ее и стал читать эту книгу. Вскоре я понял, что это самая удивительная книга, которая когда-либо попадала мне в руки, потому что я сразу нашел с ней контакт. Мне казалось, что ее автор был рядом и говорил со мной. Особенно меня впечатлили некоторые главы, такие как 14 глава Евангелия от Иоанна. Там Господь говорил «Я есть путь, истина и свет». Это чем-то отличается от индуизма. Разумеется, в индуизме мы верим, что есть много разных путей к Богу. Иисус сказал «Я есть единственный путь». Как интересно, многое из того, что я вижу в Америке, похоже, берет корни из индуизма. Ведь здесь говорят, что к Богу есть много путей. Так и есть. И вот эти слова из Библии стали приходить ко мне. Я мог идти в школу, а они просто не давали мне покоя. Они жили. Библия активно жила и была полна сил. Жизнь в нее вдохнул Святой Дух. Я помню даже то, как внутри меня началась некая битва. Когда я уже знал, что Иисус был Спасителем, я начал понимать, что Он и является путем, единственным путем к нашему Отцу. Но во мне боролись мои традиции. Однажды ночью я сказал, что не могу больше вести эту битву, и поэтому я больше не буду читать Библию и больше не буду думать об Иисусе. Почему вы не отказались от всего этого? Ведь вы нашли книгу, которая была по-настоящему жива. Ведь вы начали понимать, что Иисус — это Мессия. Это не то, что это куча богов. Вот Он, единственный путь. Во мне была настоящая борьба. Как вам удалось? Все дело в наших традициях, а еще в чести и страхе. Я думал, что это мы, евреи, зациклены на традициях. Традиции. Правильно. Но у нас есть свои традиции. Из-за традиций и моей семьи я знал, что они отвернутся от меня. Вы сделали все, что сказано в Библии. Он взвесил все риски и отложил Библию. Но затем Бог преподнес ему сюрприз. Что же за сюрприз, Махеш? Я потерял сознание. Правда? Именно тогда, когда я начал читать Библию, сказал, что не буду больше об этом думать, а потом я потерял сознание и перенесся туда, где я никогда прежде не бывал. Там был самый красивый свет, похожий на радуги, струящуюся вокруг меня. Там были музыка и пение, которые приводили меня в чистое блаженство. А потом я обнаружил, что вокруг меня были цветы и трава. И казалось, что цветы пели от радости. Они были живыми. То есть вы побывали на небесах. Я увидел улицы, мощеные золотом. И все понял. Да, я все понял. Как получилось, что с человеком, чьи предки 900 лет исповедовали индуизм, случилось такое откровение? Я не знаю. Не знаю, как я вообще чего-то удостоился. Мне просто хотелось узнать побольше о Боге. И вот свет, Бог очень добрый, а вы об этом забыли. Итак, вы взвесили все риски и сказали, нет, нет, что еще вы там увидели? Я увидел свет, который был источником всех этих прекрасных созданий света. Этот свет жил, этот свет пел, и все мое существо, все мои органы подпевали ему в гармонии. Это была гармония света и звука, радости и пения. А потом этот свет пришел ко мне, и в нем я увидел Господа Иисуса. Я знал, что это Он. Его глаза были самыми добрыми, самыми милосердными и любящими глазами, как будто Он страдал за все на земле. Он забирал в себе все страдания людей. Его глаза источали совершенную любовь, триумф и победу. Он подошел ко мне, положил руки мне на плечо и сказал, «Мой младший брат». Я очнулся много часов спустя. Я потерял сознание около девяти часов вечера, а в себя пришел только пять часов утра. Я услышал крики петухов и очнулся. Я вернулся назад, но я знал, что я кое-где побывал. Я тут же опустился на колени и признал Господа Иисуса своим спасителем. Я знал, что не было никого, кто любил бы меня больше, чем Господь Иисус Христос. Что вам пели те огни? Помните какие-нибудь слова из их песен? Да, было похоже на то, будто навстречу мне шла любовь. Те огни пели их. Песня была словами Господа. «Я люблю тебя». Не могли бы вы посмотреть в камеру и спеть это снова? Я хочу, чтобы вы почувствовали Божью любовь в его песне. Спойте нам, пожалуйста, еще раз. Махеш, мне не хватает учения о кресте. Я не слышал, чтобы о кресте так уж много учили. Мне не хватает учения о благодати. Но когда вы соедините вместе крест и благодать, у вас появятся отличные ингредиенты для чудес. Я хочу, чтобы Махеш и Бонни рассказали нам об этом. И тогда вы увидите, как чудесное становится нормальным. Оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Тот, кто сотворил мир, кто создал и еврея, и язычника едиными. И разрушил стены, которые разъединяли. Его целью было творение. Его целью было творение. Его целью было создание нового человека. Новый человек. Новый человек. Один новый человек. Новый человек. Это «Сверхъестественно». С вами Сидрот, а также Махеш и Бонни Чавда. Вас ведь посетил Бог. Как бы мне хотелось, чтобы он посещал меня каждую секунду. Расскажите, пожалуйста, о том случае, Бонни, который произошел с вами. В то время наши трое детей были еще маленькими. Мы жили в городе Форт Лоддердейл. Махеш тогда проводил национальный день молитвы и поста. Он был в Вашингтоне и проводил эту молитву для обеих палатах Конгресса. Я проснулась среди ночи и подумала, что наш старший сын, который тогда еще был дошкольником, вылез из кровати, включил свет в доме и делал что-то невообразимое. Я вышла из своей спальни и пошла в гостиную. Я помню, как проходила мимо выключателей. И когда я до них дотрагивалась, я понимала, что все они были выключены, но дом все равно был освещен. Секундочку, я правильно вас понял? Все выключатели были выключены, а дом был освещен. Лампочки были включены или он освещался чем-то другим? Мне интересно просто. Лампочки были выключены, и всюду ощущалось присутствие Бога. Нормально. Он есть свет, Иисус и есть свет мира. Весь дом был освещен. И, конечно же, в этот момент, когда я поняла, что все выключатели были выключены, а дом был освещен, я сразу же опустилась на колени. Я просто ощутила присутствие Господа. Но это было только начало. Затем появился Господь и заговорил с нами. Он говорил со мной так, как он говорил с Майхешем в Вашингтоне. Он призвал нашу церковь принять участие в общем посте. Мне кажется, что это и стало нашим первым откровением. Что произошло с людьми, которые приняли в этом посте участие? Они изменились. Они ощутили прикосновение благодати. Многие из них исцелились? Многие из них исцелились. Прямо во время этого события их буквально охватило волной очищения. Волной очищения и освобождения. Продолжайте. Чудеса стали происходить, как только мы начали пост. Когда несколько сотен человек, когда мы пали ниц, перед присутствием Бога одновременно увидели, как перед нами появился крест. А на что он был похож? На компьютерную графику. Он появился совсем внезапно. И все увидели его внезапно? Все? Я хочу спросить, все? Да, мы сдвинули все стулья, потому что мы проводили все наши встречи в большом кругу. У нас не было никакого официального лидера или специальной молитвы. Мы в буквальном смысле оказались под облаком его присутствия. Все это было очень реальным, и мы просто окунулись в Божью благодать. И тут вдруг мы все одновременно увидели крест, появившийся прямо над алтарем. Он казался настоящим, и на нем была кровь. На том кресте не было Иисуса, но крест был настоящим. И чтобы это подчеркнуть, на нем было живое присутствие крови. Наверное, когда увидишь такое, становишься совсем другим человеком. Да, мы до сих пор очень тесно общаемся со многими, кто был там. То было то ли 30, то ли 35 лет назад на той встрече. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Где-то год назад вам явился ангел. Верно. Снова получилось так, что мы с Бонни были в разных городах. Я был дома и почувствовал, что мне надо пойти в себе в кабинет. И вдруг... Теперь я знаю, что это было не видение. Мои глаза были открыты, и вдруг ко мне спустился ангел. Он был при оружии, был молодым. Он улыбался. С ним все еще были дым и битва. Было похоже на то, будто он только что вернулся из боя. Но на лице его не было видно победы, что очень сильно меня удивило. Он посмотрел на меня и сказал, «Какого размера твой стул?» «Что это значит?» Я тоже удивился и подумал, что же это значит. Тогда я попросил Господа Святого Духа даровать мне немного просветления, и Он направил меня к 22-му псалму. «Но Ты, святой, живешь среди словословий Израиля. Ты возведен на престол словословиями Своего народа». Этот стул означал престол. В зависимости от той степени, насколько мы славим его, в зависимости от той степени, насколько престол Божий становится реальным в нашей жизни, и насколько Бог возведен на престол нашими словословиями, мы, находясь в любом сражении, будь то во имя исцеления, освобождения, или это связанное с деньгами, можем надеяться на победу. Бог хочет дать нам победу больше, чем мы возводим его престол. И Бонни спросила, «Что здесь произошло?» «Здесь был ангел». Мне верится, что в Вашем доме постоянно ощущается Божие присутствие, но там ощущалось нечто особенное. Да, когда я открыла дверь, я ощутила небеса. Это похоже на запах дождя, но только немного по-другому. В таких случаях Вы можете почувствовать живую атмосферу и радость, и это символизирует присутствие Господа. Кстати, об атмосфере. Вскоре Махеш и Бонни расскажут о кресте и благодати. Они получили это знание после того, как они восхваляли Бога, и Его престол окружил их. Это и означает открытый доступ к небесам. Я считаю, что Вам стоит об этом послушать. Что Вам нужно? Подумайте об этом. Потому что мы вернемся буквально через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Будучи ребенком, я больше всего боялся смерти, так как моя семья исповедовала другую религию. В нашей семье никогда не говорили о смерти. Мы надеялись на то, что если мы будем хорошими людьми, то попадем на небеса. Я тоже никогда не думал о смерти, потому что она меня очень пугала. Много лет спустя, когда я уже был взрослым, смерть как-то показалась мне даже лучше, чем жизнь, поскольку жизнь казалась мне слишком тяжелой. Самую ужасную ночь своей жизни я молился молитвой, состоящей из двух слов, «Иисус, помоги!» Затем я вернулся в постель, и мне было все равно, буду ли я жить или умру. Когда я проснулся, демоны исчезли. Я ощутил сверхъестественное спокойствие. Это и была Божья любовь. Не пора ли и Вам помолиться Иисусу о том, чтобы Он позаботился о Вашей жизни? Скажите, «Иисус, помоги!» Это «Сверхъестественно!» С вами Сидрот, а также Махеш и Бонни Чавда. Мне трудно представить себе такое, и вам, наверное, тоже будет трудно себе такое представить, но представьте себе, что умирает маленькая девочка. Жить ей остаются считанные дни. У нее больная печень. Об этом узнают Махеш и Бонни. Я слышал много историй о том, как за кого-то молились. Я слышал много историй о том, как на кого-то возлагали руки. Но я никогда не слышал ничего подобного тому, что сделали Вы. Что произошло с той маленькой девочкой, которая умирала из-за того, что у нее отказывала печень. Ее пастор и ее мать позвонили мне и сказали, что Господь сказал им, «Позовите главного». Они позвонили мне и попросили, «Помолись за малышку. Ей совсем плохо. Ей не успевают сделать трансплантацию печени. Все происходит очень быстро. Ее печень совсем плоха. Ты за нее помолишься?» Я ответил, «Конечно». И тут же попал под Божье присутствие и пробыл там 26 часов. Бонни, вы тоже с ним молились? Да, конечно же. Вы молились с ним все это время? Да. Знаете, ведь это тоже связано с благодатью. Вы ощущаете присутствие человека по имени Иисус посредством его эмиссара, которым является Святой Дух. Хоть он и невидим, это не означает, что он неощутим. Итак, вы поняли, что произошло нечто хорошее? Да. Что вы сделали? Я позвонил ее матери и пастору и узнал, что с ее печенью уже все в порядке. Даже лучше, чем в порядке. Она исцелилась полностью. Как же это объяснили врачи? Ведь она умирала. Так есть, врачи сказали, мы ничего с ней не делали. Я знал о том, что произошло. Я это почувствовал. И хочу рассказать людям об этом. Хочу сказать им, что мы можем попасть в то, что я называю пузырь благодати. Пузырь Божьей благодати. Секундочку. Я слышал об этом пузыре благодати, но я не слышал ничего подобного тому, что сделали вы. Ведь вы же побывали в той умирающей печени. Бонни, расскажите, все благодаря Иисусу. За эти 26 часов мы прошли сквозь все отравленные клетки в ее печени. И вы оба это ощущали, да? Вы это обсуждали? Вы ведь сказали, что вы оба это ощущали. Так, Бонни? Нет, поскольку когда вы окружены присутствием Господа, это словно наблюдать за его деяниями. Хотя все вокруг становится сверхъестественным, вам оно кажется естественным. Все кажется вам естественным. Вы понимаете, что вы находитесь в полной гармонии с реальностью его существа. Ведь он есть свет, он есть любовь, он есть исцеление, он есть радость, он есть сила. Но это же естественно. Это происходит снова и снова. Когда мы попадаем в этот пузырь, мы как бы становимся стюардами той атмосферы, что нас окружает. Вы не знаете точно ее размера, но эта атмосфера может достигать размера до пяти шагов. А присутствие Бога, шокина, поскольку мы наполнены Святым Духом, должно начать исходить прямо из нас. Все это благодаря Иисусу и тому, что Он был распят на кресте. Но мы можем ощущать Его присутствие, и по этой же причине мы должны это делать, а те, что смотрят на нас, должны быть посланниками Божьей благодати. Но каково это войти в клетки Духа? Я просто хочу понять, каково это, Махеш. Я чувствовал, что мы словно были там, и доказательством этого стало исцеление ее печени. Когда Господь сказал «это сделано», это показалось мне настоящей загадкой. Но Божья благодать и Его присутствие прикоснулись и изменили ситуацию с печенью этой юной леди. Он знал, что это был вопрос жизни и смерти. Итак, мне не хватает знаний. Мне не хватает знаний о кресте, не хватает знаний о благодати. Это как раз Ваша специализация. Бонни, не могли бы Вы рассказать нам об этом? Примерно одну минуту. Я прошу Вас, посмотрите в эту камеру, а затем пускай Махеш расскажет нам то, что попросит Вас сделать Бог. Я думаю, что первое, что я хотела бы сказать, Голгофа все меняет. Голгофа проводит разницу. Это сверхъестественное происходящее в реальности. Мы знаем, что также, как не бывает победы без боя, так и крест показывает Вам, что Бог внес свой вклад за разрешение дилемм, стоящих перед каждым человеком. За каждый грех, за каждую долю страдания, за каждый Ваш оставшийся без ответа вопрос. Распятие стало символом того, что ради этого Он сделал все. Это практически как с отравлением радиации. Скажем так, не существует ни одной службы, которая сможет исцелить ядерное заражение. Так же и с грехом. Мы были заражены, но удивительная сила Креста, воскресение Иисуса, пролила благодать на землю, чтобы Он смог обеззаразить каждого, кто призовет имя Господне. Всякий, кто призовет имя Иисуса, будет освобожден, будет в неком смысле обеззаражен. Я сам в буквальном смысле увидел это. Когда мой сын умирал, и врачи сказали, что он умирает от почечной недостаточности, и вдруг его окружил золотой свет. Он кричал от боли, но вдруг получил долю благодать из Голгофы. Господь забрал все его боли и сделал ему новые почки. Сейчас ему 30 лет, он здоров и полон сил, и все это благодаря Голгофе. Я хочу сказать всем людям, которые нас сейчас смотрят, что если они поверят в Крест, Божья Сила и Благодать могут прийти к ним и исцелить, и полностью освободить вас. Помолитесь за людей прямо сейчас. Пусть Сила Божия придет к вам прямо сейчас, когда мы говорим о Голгофе. Пусть Господь излечит заболевания почек. Я вижу, как у кого-то прямо сейчас исчезает рак в четвертой стадии. Я вижу женщину, которая борется с раком груди. Господь касается вас прямо сейчас. Я вижу человека, который сейчас на пенсии, и которого мучает рак простаты. Господь касается вас. Чудеса происходят и с ребенком, который сейчас лежит в больнице. Давайте просто поблагодарим Господа за происходящие чудеса. Есть еще кое-что. Если вы прикованы к инвалидной коляске, подвигайте ногами и встаньте, потому что Благодать изливается прямо сейчас. Она исходит с Голгофа. А вы что-нибудь ощущаете, Бонни? Вибрацию. Я чувствую ее. Это словно сильные раскаты грома. Я вижу нескольких людей. Я вижу молодую женщину, а именно женщину с длинными темными волосами. У вас начинает урчать в животе. Я просто хочу, чтобы вы знали, что вы начинаете чувствовать вибрацию. Вы говорили о том, что Бог ощутим, и вот Он решил посетить и вас. А еще я вижу трех детей, семью, с тремя детьми. И то ли мать, то ли тетю, которая сейчас присматривает за этими детьми в этой семье. Благодать Господа коснется и их. Бог следит за их судьбой и разработал для них хороший план. Бог прямо сейчас исцеляет ваши сердца. Ваше кровяное давление приходит в норму. Вы обойдетесь без искусственного кровообращения. Вы получите новое сердце с небес. Махеш, а в вашем приходе люди получали новое сердце? Да. Хм, мне нравится такой ответ. Иисус сказал, «Все закончено». Я тоже скажу, «Все закончено благодаря кресту и благодати». Новый человек. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Иешуа. Когда евреи и христиане станут едиными в Мессии и Иисусе, мы переживем величайшее деяние Божие, которого мир не видал прежде. Исцеление. Глаза, что не видели, откроются. Недуги пройдут. Чудеса, сверхъестественные события произойдут, как это и должно было быть. Многие будут спасены. Это будет последним духовным пробуждением перед возвращением Мессии. Если мы хотим испытать Божью благодать прямо здесь, на земле, тогда нам надо разрушить стену, разделяющую язычников и евреев. Если вы хотите испытать Божий Дух, Божью любовь, Божью силу, зайдите на сайт Сидорота, и вы найдете там статьи на самые актуальные темы и учения о новом человеке. Один Дух, одна вера, один новый человек. Смотрите в следующей программе. Мой гость утверждает, что многие считают, именно ислам станет главной угрозой в последние дни, но они упускают из виду настоящего, спящего дракона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok